Всем привет дорогие, так записывает, дорогие мои люди, вы на канале РусФПС, сегодня как вы уже догадались по названию у нас матч из самоизоляции Ювентус против Наполи, это так скажем самые злостные враги и в принципе можно так сказать сделать, вот как в компаниях есть главная компания, есть дочерняя, то есть мы делаем главный у нас рубрика это ностальгия, а дочерняя это будет противостояние каких-либо команд, например там Спартак Зенит, там Торпеда против какой-нибудь там завод странный, ну ладно, это уж так утрирую, ну и сегодня как уже догадались будет, не могу справиться с обилием слюней, поэтому что-то как-то вот, Ювентус против Наполи, у Наполи почему-то всего лишь 4 звезды, хотел поиграть за Ювентус, но видимо придется играть за Наполи, вот, если так посмотреть по звездам, то РПЛ даже не уступает данной итальянской лиге, но правда немного проигрывает в ряде аспектов вот, 4,5 звезды здесь имеют только, я так понимаю, Ювентус, остальные команды по 4, ну и так далее, вот, Наполи, все в принципе, можно будет также затестить, вернуть рубрику игроков старая рубрика легенды футбола, у меня так называлось вроде бы, например там тот же Торос, ну и так далее, ну и все, давайте Наполи, я буду играть, я так понял, за них сейчас посмотрим, что будет, когда включить матч Дэй, когда мы включаем матч Дэй, мы с вами понимаем, что Игуа, ну-ка, если, что сделал? Сейчас, секунду, я сделал состав обратно ну вот, если мы подрубаем матч Дэй, то мы наблюдаем, что Наполи в том сезоне взял первое место, а Ювентус всего лишь девятое, но все равно я буду играть за Наполи, потому что у них подождите а если Наполи получается сильнее, но по статам, как бы, Наполи слабее, поэтому я буду играть за Наполи потому что за Ювентус я, это бы для меня легче, кстати, Видаль, будучи на ЦП, заколотил аж целых 11 голов, кстати, там еще Погба был и Пирло ну а в Наполи тогда еще не перешедший в Ювентус Игуаин играл, вот ну и все и Джорджини еще наш самый такой известный футболист, вот матч Дэй я подрубил для того, чтобы мы играли с составами под конец сезона под конец сезона 13-14, то есть так сказать кульминация вот этого сезона, ну я так смотрю, вот Джорджини, что-то знакомый парень, я в игроках вот Инсинья мне очень не нравится эта схема, но придется играть по ней конечно же у нас будет нападающий Мигуаин, ну другие крутых у нас нету Джимали какой-то но пусть он у нас будет на замене, да, окей так, еще кто у нас тут есть из крутых так Рейна, это тот самый Рейна, который все еще в Наполе играет, да, Рафаэль Кабрал ну окей, Рейну поставим далее Челхам это углу, который турок видимо, да Руоль, Альбиоль ну что еще тут у нас Мертенс и Инсиния они у нас сегодня будут ну-ка, Мертенс Мертенс на форварде неплохо смотрится а Инсиния почему-то нет вот, ну-ка, если так так, то есть их можно вообще туда-сюда ставить вот далее кого тут еще можно взять ну, естественно естественно, Журжиньо мне кажется, я его даже могу поставить, да кто тут у нас Инлер вообще мне не знакомый поэтому давай, если ты там нет, он не справится в принципе, все мы настроили наш состав так, левый, правый угол а кто ниже, Мертенс или Инсиния я на самом деле не знаю я их путаю Инсиния ну, я их, честно говоря, путаю вот мне кажется Инсиния и Мертенс это одно лицо вот мне кажется штрафные будет ну Хамшик, я не знаю или Игуаин пусть Игуаин побьет ну и Игуаин у нас будет капитаном так как ну, можно сказать его практически так же боготворят как и Марадону болельщики Наполи тут мы ничего не можем сделать искусственный ассет нам не нужен ну, зачем нам свои ворота привозить кстати, будем забивать Буфону сегодня а также Килини Банучи ну, это наши любимые всеми игроки вот все, в принципе можно начинать играть сейчас я только что-то хочу а мяч мяч если вы смотрели предыдущий выпуск если не смотрели то вот там предыдущий выпуск и плейлист этих всех выпусков там их 5 что ли уже накопилось не помню точно вы их можете посмотреть и вот будем играть сегодня нашим любимым ну, не этот не Толстар который вот есть еще вот такой черно-белый мяч есть такое их очень много но мне больше понравилось сейчас покажу какой вот он он как-то виляет туда-сюда ну, по крайней мере создает видимость вот на самом деле я не знаю на каком стадионе мы будем играть ну, окей пусть будет этот все все, что мы настроили можно начинать сейчас ребят, секунду во-первых я сейчас поменяю кое-что то есть чтобы вам было слышно звук и сейчас я кое-что сделаю ну, так как у нас это немного ASMR так как у нас это без навески то мы вот так немножко попрекалаемся и так Ювентус Напали конец сезона и сегодня мы выясним кто возьмет мы просто представим что в серии А сложилась такая ситуация что все идут ноздря в ноздрю и типа игра за первое место если Ювентус проиграет то он откинется аж на девятое и тут слюна потекла ё-моё вот то он откинется аж на девятое место а Наполи будет чемпионом ну я думаю мы подтвердим сегодняшний наш тьфу подтвердим статус чемпиона я на самом деле не знаю но я так понимаю рекордсменом у нас так тут ко мне подходили люди вот рекордсменом является у нас Ювентус не знаю сколько Наполи там брал этих чемпионств но по крайней мере одно вот в сезоне 13-14 у него имеется вот это у нас кто Барзагли или я повторяюсь не силен в именах игроков потому что ну тупо не интересуюсь футболом по крайней мере в этом сезоне а если интересуюсь вот опять если интересуюсь то только точечные матчи например там когда Россия играет да и то отвлекаюсь при просмотре ну я не могу высидеть столько времени за просмотром и так вот пирла у нас бьет и вот как вы можете заметить абсолютно сумасшедший удар по моему мнению классный удар но слушайте а у Рейны что фейс есть так нам сейчас не интересно у Рейны есть фейс у Рейны есть фейс класс и у Альби это такой но он маленький такой красивенький тем более в этой форме голубой не двухсмысленно вот прикольно интересно почему игуанин туда пришел ну-ка у Мертенса есть фейс мне кажется им уже за 30 этим двум пацанам но когда Инсиния и Мертенс в одном клубе это конечно же хорошо даже очень так Мертенс ну мы просто тупо пробежим и и обостремся вот нужно как-то закрывать но у нас не линейной защиты ни прессинга нету поэтому я не знаю как мы будем тут тут что-то придумывать вот поэтому поэтому вот у нас с пасами проблемы не знаю как мы будем наше чемпионство защищать вот ну я думаю что я да да думаю что постараюсь ну вот Лейхштайнер у нас сейчас будет выносить да Ливерент у нас подберет так а тут уже нет тут уже тут уже до свидания рафиня вот здесь мажо может нанеси вот но благо сейчас возможность появилась даже комментировать неохота все настроение испортили придурки малолетние дебилы хух ну и сейчас нам Тэвис еще да вот здравствуйте приехали блин ну я надеюсь вам по крайней мере слышен звук трибун абсолютно безалаберной защиты потому что вот защитник полный дегенерат надо было за Ювентус играть по-любому вот тут ну тут гол но сейчас мы что-нибудь предпримем ну по крайней мере один финт то я смогу сделать вот и хотя бы что-то может быть получится вот даже слова не могу связать потому что дегенерат не дают записать так хамшик мы попробуем нет нет не надо финты не надо финты просто пробей парень пожалуй мне интересно у него вообще есть фейс вот у хамшика нет серьезно но удар кстати неплохой но в последний момент закручивался он хреново вот и синяя ну здесь мы просто пробежим и просто попытаемся прострелить на нашего любимого игуаина которого закрыл по-моему это Килини был либо ночью на рандом не знаю кто там у них стоял вот здесь альбиоли вот тут маджо и опять инсини у нас побежит ну не интересно абсолютно играть с такой схемой вообще ух ну челхан тут хамшик это да ну тут он не добежит он он не добежит он медленный как не буду проводить аналогии как кто вот бихроми ну тут можно попробовать что-то вот например здесь да как мы в предыдущем выпуске за за кого за иниесту там забивали да ну еще раз можно попробовать но здесь уже буфон он к сведениям не просто так у ювенту сигает да ну вот здесь тоже хороший удар но закручивался тоже закручивался хорошо но это буфон еще раз повторяю не просто так стоит на точнее не на а в раме вот ну это сейчас лонгшот я так понимаю будет нет Тевис Тевис кстати очень крутой игрок в свое время его зенитовцы обыграли да но в том матче он проявил себя неплохо потому что Криштиану Роналду в этот момент сидел на скамейке и в общем ничего не делал для своей команды я не знаю видимо кто там у нас был я забыл его имя я просто помню и знаю его оно не лично конечно же вот но забыл его имя кто там был тренером видимо он решил его поберечь собственно как главную звезду вот вообще что-то настроение даже упало но я думаю оно прибавится когда мы забьем хотя бы один гол и так Маджо ну тут просто можно пробить я понимаю что здесь будет сейф да вот Буфон здесь затач потому что у него хороший хороший выбор позиций и все вот в этом духе но здесь можно попробовать еще пробить но просто косой мудак если честно мой игрок надо было военную форму надевать тут у Наполи три формы и одна из них это там военный стиль вот вот надо было ее надевать сразу тогда бы немножко пыл свой и ювентус бы усмирил вот здесь опять перспективно было но безрезультатно надо свою тупость в игре как-то уже ну это потому что когда ты играешь в пес и поиграв в пес ты идешь в фифу у тебя хотя бы какая-то вариативность в атаке имеется а когда ты играешь в фифу очень долго то у тебя шаблонные шаблонные атаки слушайте это было круто это было круто я люблю это хамшик хамшик хорошо пробил но здесь буфон и кто этот это мертенс да это мертенс ну спасибо тебе мертенс 33 34 минута мы просираем 1-0 и мне кажется это самый неудачный выпуск по крайней мере по количеству голов у нас будет если я не начну нормально играть вот потому что все в большинстве случаев зависит от меня вот ну этот ясен хрен он тут быстрее и мы опять попытаемся наши ну это выше ворот нет это в девятку ну не в девятку кто там серди на ворот это что у нас шестерка называется или нет я не знаю вот просто зэковской терминологии немножко с тюремной похоже на шестерка понимаете о чем я вот плохая позиция буфона здесь ну и мертенс кстати это это 9 я так понимаю да ну не совсем 9 но тоже ничего ну буфон он просто с как вам более выразиться это литературно в общем он из-за того что фифа так сделано потому что создатели ее косоррукие паридурки ну у которых руки из не самого благополучного места выросли но эти руки умеют делать одно грести лопатой деньги в основном это доллары вот опять хреновый пас тем самым анимации мало не то что не то что в песке анимации очень мало и поэтому вот они могут только прыгать туда прыгать сюда прыгать сюда вот и даже если вроде бы посмотришь ну например я играю иногда вот и если ты посмотришь вроде бы вот он ты должен был сейвить но нет у тебя ограниченная ограниченность анимации и ты просто завалишься на левый бок вытянув немного руки немножко вот таких так скажем согнув в локтях и просто вот таких выдвинув но это не сейв это детский сад какой-то вот ну тем временем мигуанин это разве не офсайт это хорошая атака не хорошая просто пас прострелил так а я не понял а где трибуна то алло где оле 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 так о чем это я опять тут отходил потому что сегодня что-то какой-то день не очень во-первых прошел очень быстро уже 6 часов вот что-то прям на самой на самой изоляции как-то уже не очень потому что ты с родственниками сидишь целыми днями в четырех стенах ладно окей в пяти стенах это немножко напрягает как я один видос смотрел там семья на самоизоляции может кто-нибудь смотрел гвозди шоу снимали такие два мужика крутых вот ну просто мне нечего говорить о футболе поэтому мы говорим про что-нибудь другое вот два парня сняли видос там один жену любую играть ну это бездарность я пас отдавал на югоина фух один играл жену любу другой играл собственно говоря подозреваемого мужа у этой гражданки любы вот в общем чем все закончилось во-первых в начале они говорят ой вот одна неделя там самоизоляции ой как круто но на самом деле там типа у них две недели самоизоляции и она говорит типа ой круто там отдохнем в итоге на 14 дней они так отдохнули что в конце сказали все развод вот к сожалению может быть к счастью я со своими родственниками развестись не могу но вот примите к сведениям возможно у вас в семье тоже такое но в принципе это нормально когда люди немножко надоедают себе или не очень немножко и в общем от этого и происходят всякие различные разводы ружатся браки и так далее и в основном сохраняются такие семьи которые вот у них мама с папой работают с утра до ночи только вечером возвращаются вот у них они живут да они живут счастливо так скажем и в один день умирают а в основном вот такая печальная картина а возможно и нет возможно это и не печальная картина а просто ну общество потребление общество гнилое вот а может быть я и правильно сказал из-за того что они надоедают друг другу не знаю это вам тоже ребят предстоит потому что вы же тоже живете я надеюсь с родственниками вот не знаю буфон тащит вот я пока вам говорил о обществе и о семье как союзе между мужчиной и женщиной так брак это вот я учил термин брак по обществу сейчас вспомню брак это основанный на интимности и взаимной чего-то там вот я опять постоянно забываю это слово это выбешивает основанный на интимности и взаимной что-то там связанные между собой узами брака а небольшая группа людей связанные между собой узами брака ну то есть мужчина и женщина там и родства там мама папа сын вот и так далее заодно кстати мы повторили термин термин семья но в конституции рф если поправки примут то семья это будет исключительно союз ну брак подразумевающий как союз между мужчиной и женщиной вот я думаю это для России хорошо вот а сейчас мы попробуем сделать опять пас не пришел и не знаю что-то вроде Наполи вроде 2-1 уже вроде бы неплохо но что-то не хватает ну окей как-то дерзко меня пихнули но мы попробуем ответить 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 мощным даром от игуаина давай давай это штанга была давай ракурс нормальный плиз на самом деле ракурс так себе вот но это на самом деле была никакая не штанга вот но здесь инсиние не поборется потому что он коротышка как и месси вот ну не знаю что у меня даже настроение пропало вроде так начинал записывать как-то мудак блять курит внизу так как и мне вообще некомфортно ну ладно зачем я буду жаловаться давайте лучше вы мне в комментах напишите как вам на самоизоляции буфон идти отсюда ну я не могу играть в такую игру потому что она слишком легкая вот но иногда подсовывает мне какие-то сюрпризики например вот это кто был мертенс мертенс да это был мертенс какой-то хрен он тут пробросил буфон затащил ну и дальше второй удар это кто это это барзаль барзагли да ну не дал мне пробить и это даже не это даже не штраф но это это ничего ну у нас тут фол и 64-й минута можно попробовать еще пару голов наклепать для красоты ну потому что ну это фифа так скажем хоккей по футбольному тут можно сколько годно голов наклепать сейчас мертенс это подтвердит подтвердит хотелось хотелось ну слушайте для тех кто играет фифу можно попробовать было сделать не пробить а уйти назад например на коротком шаге вот и там уже там либо пас либо уже еще пару финтов либо уже пробить вот чтобы наверняка так сказать здесь инсиние о хорош только вот почему-то ты не качаешься в качалке и ты очень слабый я не понимаю как вообще еще не поломанный весь так это инсиние давай ну ни настроения ничего у меня сегодня нету от слова вообще и так ну по стандарту два финта два притопа два притопа но здесь никак не ну давай если бы чуть-чуть пониже если бы чуть-чуть пониже буфон бы все равно затащил поэтому мне не стыдно окей ну тут мертенс опять идет да что нужно замены сделать например какой-то пандев я на самом деле не знаю кто это но почему-то он на форварда не катит ну окей давайте мертенс на фрв потом хамшик сюда жужини мне кажется жужини пусть побегат он у нас свежий поэтому на лапе так сказать левом цапнике он что-то да сможет показать видаль что-то он хотел пробить вы видели это и так ин инлер я вот за время видео ни разу не произнес его имени потому что ну какой-то инлер вот бритас ну и здесь ну отдай пас пожалуйста инсиня давай просто пробеги а тебя больше ничего ну ты можешь да ты можешь пробить ты можешь пробить но это не точно это не точно и там Никелине виноват это просто косоногий идиот Жоржиньо Мертенс давай пожалуйста пожалуйста давай отдай пас да окей ну и здесь у нас есть были точнее варианты для атак но теперь у нас их нету да так Жоржиньо мы тут здесь перекроем все ходы но почему-то Пиро все-таки получает мяч на Тевиса Видаль так бритас окей просто просто беги пожалуйста просто беги не ну вроде бы сказал просто бежать он просто побежал ну ладно буду точнее в следующий раз инсиня ну заберите кто-нибудь пожалуйста бритас ну и я так понимаю это сравнение счета намечается здесь да обороны ноль игры в атаке ну на 4 с минусом сегодня у нас не знаю за ивентус как бы я сыграл не скажу что лучше но может быть может быть но не точно вот опять его фамилию сложно выговорить Льоренте вот но здесь можно можно все но не факт что это получится реализовать опасно инсиня здесь опять по стандарту два притопа два прихлопа но по моему ты не тренировал левую ногу если бы я был тренером но к сожалению у меня нет ни тренерской лицензии ни желания этим заниматься а может к счастью может быть к счастью нет хамшик давай попробуй удар хороший но ворота на самом деле не такие большие как ты думаешь ну удар хороший на самом деле с такой позиции даже несмотря на то что это FIFA и здесь всякое возможно вот я предлагаю ну ладно не буду это делать не буду так Жорджинио Жорджинио просто пробежит мы попытаемся еще сейчас третий реализовать но вряд ли это получится давай Мертенс просто я не думал что это получится я думал куда-нибудь влево улетит или выше ворот там но Мертенс так это левый ты забил да там левый ну давай показывай так у Жорджинио почему-то фейса нет ну окей так так ты только что не мог отдать пас левой ногой а тут забиваешь такой фиг ну да в принципе я тоже своей правой деревянной ногой иногда забиваю такое что прям вух ну иногда такое да бывает ну слушайте мне понравилось 3-1 звезда футбола это я думаю не стыдно учитывая что мне тут мешали записывать итак Мертенс давай пожалуйста ну я думаю больше я записать к сожалению не смогу ну потому что мне просто попросту не даст FIFA и не даст FIFA который бот FIFA да вот ну тут ну можно попытаться конечно но это вряд ли получится потому что тут Osvaldo опять мне на нервы капает ну здесь Insignia please пробеги давай давай пожалуйста ну здесь можно можно прострелить же ну что ты делаешь Келлини реально два таких азербайджанца в Турине Келлини с этим ну вы поняли с кем вот ну я думаю мне уже тут не дадут права на то чтобы сыграть опять ну все все свисток 3-1 не так чтобы плохо но на самом деле можно было намного лучше но учитывая что ударов на порядок больше и ударов поворотом тоже больше ну я думаю что мы отлично сегодня с вами играли ну я играл вы просто смотрели отлично играл первым номером вот ну и в принципе все всем пока с вами был Русси ФПС тфу сейчас на авторский попаду вот Русси ФПС что еще можно сказать подписывайтесь на канал предлагайте пожалуйста идеи для новых видосов ну и все в общем всем пока